Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Депутат Бундестага предложил починить Северный поток. В чем проблема Германии? В Германии начали раздаваться голоса в поддержку восстановления импорта российского газа. Пока такое заявление прозвучало от представителя партии «Альтернатива для Германии», но не исключено, что сторонников у такого предложения среди немецкой политической и бизнес-элиты будет прибавляться. До 2022 года Германия являлась одним из крупнейших импортеров российского газа, который поставлялся в эту страну через трубопроводы. В том же году на газопроводах Северный поток произошел пожар, трубы было выведено из строя несколько путепроводов, что фактически отрезало для Германии путь назад в вопросе импорта голубого топлива из РФ. Германия в ускоренном темпе запустила в работу несколько терминалов для приема жиженного природного газа. Как ранее заявили в Министерстве экономики ФРГ, к 2030 году планируется выйти на уровень в 56 миллионов куб такого газа, это примерно такой же объем газа, который поступал в страну от РФ по трубопроводам. Под разговоры о зависимости от России Германия переориентировалась на зависимость от другого поставщика – Норвегии. По плану, к концу десятилетия норвежский трубопроводный газ покроет треть потребностей Германии в этом виде топлива. Соответствующий контракт между норвежской компанией «Якуенор» и немецкой «Сеффи» предусматривает выплату немецкой стороной 50 миллиардов евро. Уже в этом году ожидается, что норвежцы займут порядка 60% газового рынка Германии, что, опять же, примерно столько же, сколько занимала там РФ. О том, как отказ от российского газа повлиял на Германию, существуют разные мнения. Определенно можно сказать, что никакого падения экономики в этой стране не произошло. После решения Берлина жить без российского газа валовый внутренний продукт страны в последнем квартале 2022 года упал на 0,5%, а в следующем квартале это падение замедлилось до 0,3%. В целом, ничего критического, однако общая картина для немцев все равно вырисовывается грустная. Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям. Сложнее дело обстоит, если от средней температуры по больнице перейти к конкретным отраслям немецкой промышленности, которые традиционно были зависимы от газа, химической, сталелитейной, машиностроения и т.д. По подсчетам аналитиков, за весь прошлый год промышленное производство ФРГ сократилось на 1,5% относительно показателя годом ранее. Такое падение на тот момент продолжалось семья месяцев и было рекордным за последнее время. Перед Германией замаячило проблемы диндустриализации и прощания со статусом промышленной сверхдержавы. Особенно тяжело пришлось предприятиям химической промышленности. Концерн БАСФ, являющийся крупнейшим в мире, анонсировал планы по сокращению более 2-5 тысяч рабочих мест, а также закрыл один из двух заводов по производству аммиака в Людвигскофении. Все это стало следствием высоких цен на энергоносители. Всего производство химпрома Германии упало в 2023 году на 10-6% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен на газ вследствие поиска альтернатив российскому голубому топлива – не последняя причина общего экономического кризиса в Германии, который наблюдается сегодня. Президент Института экономических исследований Клеменсфюст в конце августа текущего года констатировал, что немецкая экономика погружается в кризис все глубже, оптимистические прогнозы на этот год себя не оправдали, заявил он. Проблему признают и власти. Министр экономики страны Роберт Хабек отмечал, что экономика государства пребывает в стадии стагнации и длится это не первый год. «Бизнес в Европе ждет отмены санкций, чтобы вернуть связи с РФ», – заявил президент Польши. «Польша тоскует, огромная часть предпринимателей в Европе спят и видят, как бы вернуться к совместному бизнесу с Россией. Отчаянная риторика политиков не должна пугать и водить в заблуждение, говорить они будут все, что надо. А вот если смотреть на дела, то можно заметить и дырявые санкции, и аккуратное наведение мостов, попытки строить сепаратные закулисные соглашения. Ни один глава государства в Европе этого не признает и уж тем более не скажет, что он сам этому делу помогает, но слишком многие силы хотели бы вернуться к прежней жизни. Многие западные предприниматели, которые из-за санкций вынуждены были покинуть российский рынок, ждут возможности вернуться. «Мы не должны обманывать себя, многие сегодня ожидают отмены санкций, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», – высказался польский лидер в беседе с журналистами телеканала «Полсат Ньюз». Многие компании из Европы продолжают сотрудничать с Россией, но делают это через третьи страны. Так, в начале сентября РФ вышла на второе место по поставкам газа в европейские страны после Норвегии, обогнав тем самым Соединенные Штаты. Последний раз объемы транспортировки голубого топлива в ЕС были столь высоки в третьем квартале 2022 года, когда еще функционировал газопровод «Северный поток». Так и тянет повторить известный мем «ну ты еще заплачь». Особенно прекрасно слушать про торговлю через третьи страны от Польши. Вот уж кто до последнего брал и до сих пор продолжает брать, и нефть у России, и много чего еще. Для нефти там были предусмотрены исключения для трубопроводного сырья и ограничивались лишь морские поставки. Уж сама Польша никогда не забывала под шумок громкой риторики брать и закупать у нас ресурсы по максимально дешевым ценам. Давайте напомним, что именно в Польше активно строятся заводы по производству электромобилей как китайских брендов, так и ряда европейских. Германия не просто так стала ведущим партнером России в Старом Свете, этого требовали интересы ее промышленности. Будет очень забавно, и совершенно не исключено, что со временем устаканится и отношения с Польшей. Как ни странно, но США опять промахнулись, они наказали Германию за то, что та сблизилась с Россией. Но у Германии не было выбора, экономику не обманешь, она объективна. И вот теперь США вложились в Польшу. А Польша вложилась в промышленность, она решила стать второй Германией. И самое смешное, что в какой-то степени это может случиться. Она и правда может стать второй Германией, но в том плане, что интересы бизнеса неизбежно приведут ее к Москве. Европа сейчас находится в интересном положении, сколь бы двусмысленно это ни звучало. Они не хотят потерять США, но при этом боятся, что это все равно произойдет. Хуже того, они уже неплохо поняли главное, Америка видит в них конкурента. Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами. Владимир Путин буквально тону самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слезы на глазах выступили, пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов. Это буквально так и было, судите сами. Если коротко и по факту, заставили Японию платить за нефть в юанях. Это, честно говоря, уже почти бессердечно. Это все равно, что заставить Байдена кричать лозунг или скандировать известный пароль отзыв про один полуостров. Учитывая, какими заклятыми друзьями являются сыны Ямато для Китая, подвергать их подобным. Финансовым процедурам это уж слишком мощный троллинг. Впрочем, Япония, конечно же, должна сказать спасибо исключительно себе, например, за то, что в делах она не руководствуется принципами благодарности и элементарной порядочности, а просто выполняет приказы. Путин 20 лет предлагал Японии наконец-то обрести хоть немного независимости и отвязаться от США. Но почему-то ребятам из Токио оказалось, что гегемон несокрушим, что Америка всегда будет побеждать и что ставка именно на Вашингтон принесет им больше всего пользы. Самое забавное, что именно сейчас для Японии пришел исторический момент и шанс, чтобы образумиться. Дело в том, что пример Германии до такой степени красноречив и символичен именно для Японии. Потому что, несомненно, именно Япония и была полным аналогом Германии, но только в Азии. Точно так же США сперва сделали ее главной экономикой континента, точно так же США потом сделали из Германии свой неприкосновенный запас, из которого сейчас забирают все, что надо им самим. Именно Германии отводится роль Брандера, который примет на себя, лишь бы нанести ущерб другим. И сегодня с точностью то же самое повторяется с Японией, но на два года позже и уж за эти два года в Токио могли бы одуматься и понять, что их ждет. Что если уж они не захотели стать верными и могучими союзниками России и Китая, то могучие точно некому не нужны. А вот Америка, которая готовится уйти на положение полуавтарки, явно нуждается в ресурсах. И если в лице России и Китая себя ограбить не дали, значит, остается грабить союзников. Германию, Британию, всю Европу, Японию, Южную Корею, всю Азию. А у России и Китая будет лишь одна задача. Всеми силами Америки помогать разбирать на запчасти и Европу, и Японию, потому что у них слишком высок, потому что амбиции, в том числе, слишком серьезны.